доброе утро друзья сегодня среда я в субботу планирую летать в отпуск летим с подругой в исландию и я решила что всю эту неделю буду готовиться к поездке в исландию исландия для меня страна абсолютно неведанная и я даже ну как-то были у меня мысли посетить ее так после просмотра видео там типа птушкина или варламова как-то было интересно посетить всякие гейзеры вулканы но вот у меня подруга написала поехали в исландию на несколько дней у нее будет день рождения и вот мы вместе с ней решили так ломануться и я решила что отложу все свое чтение которое у меня сейчас есть и буду готовиться к поездке в исландию буду читать книги что-то там про исландию каких-то исландских авторов я вообще скандинавскую литературу не очень как-то не очень с ней знакома не очень читаю я обычно читаю в основном что-то американское а тут мне прям я погрузилась я скачала книгу мисс исландия и как-то прям наслаждаюсь текстом вот второй день по чуть-чуть так читаю она не так быстро идет это не такой какой-то такой очень сюжетный текст но это текст очень такой позволяющий размышлять думать 1963 год молодая девушка едет в столицу исландии реки авик она писательница она в дороге читает улица джеймса джойса читает в оригинале он не сложно дается не в оригинале на английском языке в оригинале мне кажется он не на английском писался хотя может на английском надо посмотреть и она читает его на английском языке он не тяжело дается она едет с бумажным переводчиком 1963 год никаких электронных переводчиков еще не было и вот она едет с этим бумажным переводчиком на автобусе в рейкявик приезжает в рейкявик и повествует о своей жизни там безумно очень интересно читать потому что какой-то совсем другой мир другой по сравнению с тем что сейчас мы имеем например у нее друг мальчик гомосексуалист который естественно не может найти себе место в этой жизни он считается изгоем он считается больным извращенцем и в общем все 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 с этим связано при этом ему нужно работать он уходит в море они охотятся на китов и ему эта работа очень тяжело дается работает он мужском коллективе ему нужно постоянно доказывать что он не гей и это настолько тяжело читать настолько погружаешься в эту какую-то боль человеческую когда ты не можешь быть собой и девушка это которая живет в абсолютно мужском мире где мужчины правят она устраивается на работу в отель в ресторан где к тебе могут спокойно с тобой обращаться как с каким-то не с работницей да не с официанткой на обращать на тебя внимание только как на сексуальный объект по дороге когда она ехала в рейкявик к ней ну так скажем пристал мужчина который предлагает ей пойти на конкурс мисс исландия она отказывается он ей обещает золотые горы и мы понимаем почему он ей это обещает потому что везде нам говорят насколько это главная наша героиня красиво прекрасно какие у нее бедра какая у нее попа и вот ты читаешь и понимаешь что это какой-то совсем другой мир и все это написано таким очень интересным языком необычным который явно отличается от нашего от русского от английского ты понимаешь что это какая-то скандинавский опыт это вот опыт жизни в исландии исландия там 60-х годов это сейчас там развит туризм а тогда это наверное было какое-то такое очень закрытое место закрытое в плане отрешенности от мира да то есть ну не были еще доступны так путешествия как сейчас и это настолько интересно читать как будто ты в какие-то погружаешься снега дальний среди океана заброшенные в общем потрясающий какой-то текст я пока прочитала по моему страниц 50 буду продолжать сегодня еще читать продолжать наслаждаться текстом планирую сегодня завтра закончить уезжаем мы в субботу вечером улетаем лететь нам из нью-йорка около 6 часов я с собой еще буду брать одну книгу я жду доставку заказала из русскую книжку на русском исландского автора и вот она мне должна я надеюсь что до 5 до субботы она успеет прийти вроде обещают в пятницу доставку надеюсь что она придет потому что очень хочу ее взять ее с собой и очень хочу в нее вкладывать какие-то памятные вещи из путешествия в исландию я так делаю всегда последнее время со своими путешествиями обязательно вкладываю посадочный талон обязательно вкладываю какие-то билетики если куда-то ходишь там листики засушиваю в общем у меня так было в этом году мы ездили на арубу я показывала эту книжку что у меня получилось я отбрала тоже с собой книгу и вот это такое воспоминание такой самый важный для меня сувенир из отпуска это вот книга которую я наполняю своими воспоминаниями впечатлениями и вот то же самое хочу повторить с исландией на английском мне почему-то не очень захотелось у меня будут еще две книги тоже сегодня доставят про исландию я вам потом покажу в покупках надеюсь или может быть сделаю какие-то книги про исландию вот я тоже хочу взять у меня получается на пять дней путешествия у меня с собой три книги три или четыре надо посмотреть в общем но это прям то что наполняет мое путешествие наполняет воспоминаниями чувствами эмоциями какими-то добрыми очень хочу читать про исландию сейчас прям погрузиться вот в эту атмосферу в их культуру потому что ничего о них абсолютно не знаю там кроме каких-то викингов еще чего-то но то что уже не актуально в данный момент а хочется вот чего-то такого современного так что книжки вам попозже покажу когда все получу я думаю это будет следующем видео возможно я сниму видео из исландии там есть интересный книжный магазин в который я хочу обязательно сходить и вообще по книжным хочу походить вот а сегодня еду по делам в город еду на бродвей еду на мюзикл сегодня тоже вам все поснимаю все покажу книга прям исключительно для меня главная героиня ну такая начинающая так скажем писательница и она много описывает моментов похода в книжный магазин покупки книг как она читает что-то или друзья и читают кто у кого читает в общем очень интересно написано я прям наслаждаюсь такими книгами в которых речь идет о книгах очень люблю дважды ходила на гроту до самого майка стояла там на скользких водорослях и слушала шум прибоя пока не начинался прилив я нашла гроту в исландии вот он и вот он он ой сейчас не вижу куда нажать и вот он он маяк на который ходила главная героиня не очень удобно показывает но в общем вот она отметила себе на карте когда поедем надеюсь заедем сможем посмотреть бог маяк и прикольно прикольно посмотреть то место в которое можно поехать и в котором который описывается в книжке исландия как я люблю современные технологии когда-то раз и можешь посмотреть где что так даже и не отправляясь никуда как интересно мне тема потерянного рая милтона уже попадается второй раз за прошедшую неделю я в прошлом видео если вы помните читала сад против времени оливии лэнг и она там тоже размышляла на эту тему я уже заказала эту книгу потому что хочу ее прочитать и сейчас она мне попадается еще и в мисс исландия это прям точно знак я никогда раньше об этой книге не слышала нигде не видела и может не обращала внимание а сейчас она мне прямо ну вот второй раз уже за неделю попадается ну точно буду читать и она ко мне еще в пятницу и приедет вот так нет я наверное не уйду потому что я не могу оторваться от книги смотрите мисс грета гирс дотер победила в конкурсе в общем я уже загуглила это 1963 год она победила в конкурсе мисс интернешнл который тоже проводился в исландии стройная блондинка обладает привлекательной внешностью держится естественно это встречалась с гагарином и при мне преподнесла ему букет цветов как написано в статье космонавт был невысоким едва доставал королеве красоты до плеча и счел ее красивее самой джины лола бриджиды и я же загуглил ее фотографию в ночи не лола бриджиды согласитесь блин ну вот встречалась с гагариным но я имею ввиду не какие-то у них отношения были а просто встречалась видела его вот не знаю зачем вам это нужно но это очень интересно ну Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Еще раз доброе утро, друзья! Сегодня четверг утро, у нас 9 утра, и я дочитала с утра «Мисс Исландию». Сходили вчера с вами на мюзикл «Адская кухня» мне очень понравился. Если вы будете в Нью-Йорке, вдруг или вы здесь живете, то обязательно сходите. Прям атмосфера Нью-Йорка, атмосфера такая молодежная, очень крутая. Это вот чтобы понять, что значит расти в Нью-Йорке, что значит быть молодым нью-йорксом, что значит тут вот жить в самый такой свой период бунта подросткового, вот первая любовь, первый секс, первые отношения. В общем, вот это вот все вот в этом мюзикле, и можно прям, ну в общем восхитительно, восхитительная постановка, очень мне нравится, очень успешно идет на Бродвей, так что я вам советую, рекомендую. Я закончила с утра читать «Мисс Исландию», сегодня четверг, в субботу я вылетаю в Исландию, и вот значит «Мисс Исландия» это стала моя первая книга, которая с такой, мне очень хотелось погрузиться в атмосферу Исландии, очень хотелось познакомиться с писателями Исландии, со скандинавской литературой, я не знакома совсем, это моя первая книга скандинавского автора, и я могу вам сказать, что я в восторге. В восторге, мне очень понравилось, мне очень понравилось, как это написано, мне очень понравился слог, мне очень понравились слова, мне чем-то напомнило, знаете что, по стилистике «Кровавый меридиан» Маккарти, вот это написано, как это так сказать, вот это написано так вот, жестко, четко, без каких-то таких витиеватых, каких-то вот, ну то есть вот так, как обычно говорят про речь, знаете, без воды, вот так написана книга, Она написана без воды, но при этом потрясающе описана природа Исландии, потрясающе понятны чувства того, как ты живёшь на острове посреди ничего, как любят говорить американцы. И вот это так интересно, как-то так очень захватывающе написано, мне безумно понравилось. Сюжет я вам уже рассказывала, немножко повторюсь, девушка едет в Рейкьявик на автобусе, то есть она из глубинки Исландии, она едет в столицу Исландии, она хочет стать писательницей, её главная цель это писать, при этом она хочет оставаться быть независимой. А 60-е, видимо, для Исландии это такое время, когда женщина очень зависима от мужчины, женщина, она без мужчины как бы никто, она только дополнение к мужчине, это домработница, это как однажды я слышала в сериале Baby Machine, то есть машины для рождения детей. Вот примерно такая картина у нас рисуется, и вот эта девушка, писательница Гекла, её зовут, это название Вулкана, её назвали в честь Вулкана. Вот она едет в Рейкьявик, чтобы стать писательницей, точнее, чтобы работать, получить какую-то работу и при этом писать, чтобы у неё было время для того, чтобы продолжать свою любимую деятельность, это писать. У неё там есть её подруга, которая достойный образец женщины в Исландии, она домработница, ну домработница в смысле домохозяйка, она рожает своему мужу детей, она сидит дома и ничем больше не занимается, только домом и детьми. Ничего в этом плохого нет, каждый выбирает своё, просто эту подругу это очень тяготит, и она очень много описывает свои чувства, ощущение, что она пустая внутри, хотя она тоже бы хотела писать, она тоже хотела бы быть писательницей. И второй главный герой, это друг Геклы, это парень-гомосексуалист, с которым у Геклы произошёл первый опыт сексуальный у него и у неё, они решили попробовать, несмотря на то, что он знал, что ему нравятся мужчины, но они решили попробовать вместе, как друзья, они это сделали, и с тех пор они вот друзья, она его поддерживает, она пытается понять его тяжёлую долю в Исландии быть геем, особенно в те времена, когда его не принимают, когда его считают больным, извращенцем и так далее. В общем, они такие две, два одиночества, которые вот встретились в Исландии. Интересно то, что Гекла, она как бы не рассказывает о том, что она хотела бы быть свободной, она не хочет быть с мужчиной вместе, у неё есть даже отношения с местным поэтом, она вступает в отношения, они даже вместе живут, но она как бы не говорит напрямую, что она хочет независимости, что она не хочет быть женой и матерью, но при этом мы понимаем, что она к этому как бы стремится, и был один момент, когда она наслаждается в книге тем, что она свободна, что она может делать то, что она хочет. В общем, потрясающий роман, очень короткая книжка, я вам её советую, её прям можно за один-два вечера прочитать. Её нужно читать достаточно внимательно, потому что там каждое предложение, оно как будто наполнено смыслом, оно наполнено каким-то текстом. Может быть, даже оно как-то не отразится в тексте дальше, но этот смысл, он очень важен для этого текста, поэтому я вам советую читать её не на бегу, а вот так дома спокойно расслабиться и пытаться воспринять этот текст. Короче, книжка потрясающая, я прям окунулась в атмосферу Исландии, безумно рада, что я её прочитала перед своей поездкой, у меня ещё будет парочка книг, которые я хочу прочитать, вряд ли я успею прям до поездки прочитать, осталось буквально три дня, но буду стараться ещё в моменте, в момент своего путешествия буду брать с собой одну книгу, которую мне доставят сегодня, и я вам потом уже буду снимать, надеюсь, из Исландии видео и вам покажу, что буду читать. Книга на русском, которую я заказала, она мне придёт сегодня попозже, ещё курьер не привёз, но я вижу, что она уже на таможне, я заказывала книгу на русском из Европы, мне очень хотелось её иметь на русском, хотя можно было купить на английском, конечно, но я решила, что я хочу на русском, хочу текст как-то полностью поглощать, а на английском у меня всегда есть страх, что я не пойму чего-то. Вот, несмотря на то, что я хорошо понимаю, я хорошо читаю, но всё равно вот этот вот какой-то такой страшок есть иногда, но я почитала, что вроде перевод отличный на русский, так что буду читать на русском. И мне пришли две книжки на английском, вот они, я вам сейчас про них немножко расскажу, они тоже посвящены Исландии. Одна книжка — это «Как Исландия изменила мир» — это нерассказанная история о том, как один маленький остров посреди Атлантики формировал мир на протяжении веков. История Исландии началась 1200 лет назад, когда разочарованный капитан викингов и его бесполезный штурман сели на мель посреди Северной Атлантики. Внезапно остров перестал быть просто местом стоянки для полярной качки. Вместо этого он стал страной, чьи дипломаты и музыканты, моряки, солдаты, вулканы и цветы тихо и навсегда изменили земной шар. Но те, кто посещает Исландию, часто не осознают её огромного значения. Поэтому журналист, историк и коренной исландец Эгиль Бьярнасон решил раскрыть нерассказанные саги о ключевой роли Исландии в таких монументальных и далёких событиях, как Французская революция, высадка на Луну и основание Израиля. Снова и снова одна скромная нация рыбаков оказалась у руля исторических событий, формируя мир, каким мы его знаем. Как Исландия изменила мир, рисует живую, увлекательную и часто весёлую картину того, как всё это произошло. В общем, на мой взгляд, мне кажется, достаточно интересная книжка, но единственное, что здесь нет никаких картинок. Я боюсь, что, возможно, вдруг это будут какие-то такие типа сухие факты, но надеюсь, вроде отзывы хорошие, надеюсь, что мне с книжкой повезёт, и я много из неё узнаю. Она не такая большая, так что будем читать и узнавать. И вторая книжка, она прям совсем книжка-малышка, это книга Рейкьявика. Рейкьявика – это столица Исландии, и я так понимаю, что здесь будет какой-то сборник рассказов, сборник историй. Исландии от разных писателей. Тут перечислены писатели, я, честно говоря, никого из них не знаю. Мне очень сложен их язык такой, с таким огромным количеством гласных букв, которые нам порой очень трудно выговаривать. Но что мне интересно, здесь, например, такие истории. Не желая соблюдать новую семейную традицию, мальчик оказывается в затруднительном положении у кладбища в ночь перед Рождеством. Три брата фермера вынуждены переехать в город из-за неурожая, обнаруживают неожиданный спрос на свои таланты в области садоводства. Жители нового многоквартирного дома просыпаются рано утром от жуткого звука циркулярной пилы, которая когда-то работала на территории здания. И тут ещё какие-то, какие-то многие рассказы, в общем, много всего тут должно быть. Страницы, на самом деле, совсем немножко, буквально до ста штук. Очень красивая обложка, мне нравится. Так что я хочу её взять с собой. Возможно, я её в самолёте нам лететь шесть часов, и, возможно, я, ну, что-то интересненькое для себя тоже прочитаю. Вот такие две книжки у меня для путешествия. Ещё одна книжка на русском придёт сегодня, но я вам покажу её уже потом в видео про Исландию на русском языке, который я прочитаю. В общем, вот такие у меня эмоции, вот такие чувства. Я рада, что я основательно так готовлюсь к поездке в Исландию. Для меня это такое достаточно интересное событие. Я прям жду какого-то путешествия с приключениями, с вулканами, с гейзерами, где будет очень-очень много природы всякой, много необычного для меня, потому что Исландия — это такая, мне кажется, не особо европейская страна, страна со своей культурой, со своей литературой, со своими особенностями. Так что я прям ожидаю от неё очень много всего. Мы себе уже подготовили кучу мест интересных. Я ещё, у меня есть интересные книжки со всякими разными местами на планете. Если вам интересно будет, я как-нибудь сниму о своих книгах для путешествий, вам расскажу, что я обычно в первую очередь смотрю в тех странах, куда я езжу, что мне очень интересно и по каким источникам я беру информацию для того, чтобы посетить что-то и что-то посмотреть. Так что если вам интересно, обязательно мне об этом напишите, я как-нибудь сниму об этом видео. Всё на сегодня. Надеюсь, что вам понравилось моё такое путешествие в литературу Исландии, моя такая преподготовка к путешествию. Буду, если опять же это понравится, буду делать такое каждый раз, когда куда-то еду. Но езжу я не так часто, но всё-таки уже второе путешествие за этот год и второе такое необычное путешествие. В первый раз мы ездили в конце мая на Арубу и вот сейчас мы едем в Исландию. Но первый раз мы ездили с мужем, сейчас я еду с подругой. И, конечно, эти путешествия абсолютно разные. Если мы на Арубе просто с мужем почти две недели лежали и ничего не делали, потому что очень устали и так сильно много отдыхали, что устали от отдыха и приехали в Нью-Йорк. Это была такая повторная любовь к Нью-Йорку, потому что очень устали отдыхать. А сейчас будет такой активный отдых с подругой, без мужа. Я тоже, мне кажется, я без мужа уже тысячу лет никуда не выезжала, ну лет, наверное, 20 точно. Так что это для меня тоже такое что-то в новинку такого, знаете, студенческого периода, когда ты путешествуешь с друзьями, куда-то ездишь. В общем, всё такое. Едем с подругой, у нас будет большой маршрут, у нас куча мест отмеченных, берём там машину в аренду, и поедем смотреть красоты Исландии, потому что, мне кажется, это будет просто восторг. Восторг, восторг, восторг. Всё. Целую вас в носике, желаю вам хороших выходных, хорошей рабочей недели. Надеюсь, что всё будет хорошо у всех. Те, кто поставят лайк, тот обязательно съездит когда-нибудь в Исландию и вообще прочитает все книги про Исландию. Так что имейте в виду, пожалуйста. Всё. Целую в носике. Пока-пока. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!